переломился провод кабеля зарядки телефона или любого аналогичного устройства в результате нет стабильного контакта зарядки и мы каждый раз с переменным успехом ищем положение провода при котором идет зарядка такое обычно происходит по двум причинам первое это низкое качество самого провода и вторая причина это наше безбашенное отношение допускающие сильные перегибы в местах соединение кабеля с его разъемами ну или если при отключении кабеля мы дергаем его за шнур вместо того чтобы аккуратно вынуть держась за корпус разъема рассмотрим вариант ремонта без применения паяльника или термоусадочной трубки с феном на эту тему я посмотрел немало видео и все вроде там правильно сказано про суперклей на сломанном проводе и про посыпку суперклея содой но ведь надо учесть тот факт что нам-то нужно зафиксировать кабель именно в состоянии контакта надломленного провода и если просто так не глядя залить клеем и посыпать содой место разрыва то велика вероятность зафиксировать провод в нерабочем состоянии то есть в моменте отсутствия контакта провода вы же поняли о чем я тогда уж точно после такого ремонта легче будет купить новый провод чем опять ковыряться со старым поэтому чтобы контролировать процесс ремонта надо просто включить телефон на зарядку и зафиксировать провод в положении стабильного контакта я буду использовать для фиксации обычный медицинский лейкопластырь если пластырь слишком широкий то можно его просто разрезать для удобства ножницами зафиксировал вижу что контакт есть и вот только теперь промазал пластырь суперклеем кстати пластырь хорошо пропитывается этим клеем в том-то все и дело поэтому сыпать соду на клей в данном случае не нужно сначала налью клей с одной стороны через минуту когда клей подсохнет с другой стороны затем нужно подождать когда окончательно весь клей высохнет можно конечно для надежности повторить процедуру и добавить еще слой пластыря суперклеем затем после окончательного высыхания клея проверяем работоспособность этого кабеля проверяем вместе перелома провода все жестко зарядка идет это все что от него требуется думаю теперь этот кабель еще долго сможет работать пока его опять кто-нибудь не уделает